Спрашивали вообще про обогрев и так далее. Собственно, сам блок управления, я думаю, все уже видели. Не скажу, что он в плане удобства реализован супер классно. Но привыкнуть можно. Правая крутилка регулирует силу обдува. Левая – температуру. Кондёр, не кондёр. Рециркуляция воздуха. Кнопки, собственно, варианты. Обогрев переднего, заднего стекла и боковых зеркал. Всё от этой кнопки включается. Вы помните, что у меня тут есть обогрев. Но сеточку на видео, конечно, не будет видна. Ещё, кстати, спрашивали, почему нету в двери вот коврика. Все ругаются на саморез. Спрошу у персонального менеджера, как поеду. А то есть у меня вот здесь вот коврик. Я чуть-чуть захламил вчера своими кальянными делами. И основной момент. Сейчас я даже вооружился фонариком. О чём спрашивали? Это обдув в ноги. Собственно, Конечно, плохо видно. Вот. Воздуховод в ноги. В целом, ногам тепло. Я не мёрзну. Но единственное, как и говорили, малость. Сделан он неудобно. В том плане, что... Лучше сделать. Сейчас я возьмусь. В том плане, вот, я вставил руку. Грубо говоря, направление обдува. Какое идёт. И мы видим, что педаль газа у нас находится чуть дальше. То есть правая нога может мёрзнуть у нас. Потому что воздух попадает вот только сюда. Оттуда там уже ничего, никуда не дует. Соответственно, у пассажира это реализовано чуточку лучше. Сейчас я включу обдув в ноги. Чтобы было проще найти. Вот он дует отсюда. То есть в самую дальнюю зону ног. Ноги у пассажира мёрзнуть не будут ни при каких обстоятельствах. Вообще, в целом, о тепле в машине пока судить не могу. Потому что холодов, как таковых, в Питере не было. Но прогревается машина в салон весьма быстро. Мёрзнуть я пока не мёрзну. Вообще, про обогрев лучше уточнять. У какого-нибудь дрома, который тестирует машину в Сибири уже в настоящей зиме. У нас в Питере, как вы видите, ещё никакой зимы нет. По дефлекторам ещё просили пощёлкать. То есть щелчок есть в крайних положениях. Он там упирается во что-то. А так дефлекторы работают прикольно. Здесь вот он тоже там что-то упирается. Задевает крутилки. Работают приятно. Ну, наверное, пожалуй, всё в этом включении. А, средний пробег. Ой, средний пробег. Средний расход. Вот пока он такой. Но единственное, я вчера после установки сигнализации мне сбросили суточный пробег. Поэтому проехало всё 16 километров, чтобы он посчитал вот такой вот расход 11,7. До этого на последнем пробеге около 200 километров расход у меня был в районе 10,9 литров на роботе. Вообще, я думаю, что когда машина прикатается, пройдёт 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 обкатку, там сожгу пару литров бензина. По моим планам расход будет в районе 9 литров в городском режиме. Вот в режиме пробок. Ну, возможно, он будет меньше. На трассе он должен вообще очень мало кушать, потому что по мгновенному расходу там носущей копейки, когда я еду по какому-нибудь кольцу. кольцу. Кольца